Давайте вспомним апрель-май 2020 года. То есть что происходило? Людей закрыли, люди в панике, люди в депрессии, их никуда не выпускают, акт он полный. На работу не ходите, но зарплату людям выплачивайте. Никакой поддержки особой нет. То, что люди делали. Сейчас прошло два года, когда последний раз конкретно вы там одевали маску. То есть количество заражений стало даже больше. То есть штамм мутировал, он стал более заразным, им быстрее заражается, им быстрее переболевает. Да, он проще стал. Но количество смертей не уменьшилось. То есть, опять же, говорят, уже была вспышка. Но что с ограничениями? И то, что происходит сейчас на самом деле, это не новая реальность. Я тоже на вебинаре про это рассказываю. Я прям параллели провожу. Инфляция, начиная с 60-х годов, начала расти. И с 60-х по 80-й год она выросла. В 60-х годах стоимость денег была самая низкая. В этот период, соответственно, произошел Карибский кризис. После этого за 20 лет, 60-го по себе, 80-е годы стоимость денег в экономике выросла в 20 раз. И посередине этого периода произошло экстраординарное событие. В принципе, само по себе экстраординарное событие, когда просто сказали, ребят, доллар был привязан к золотому стандарту. Сейчас он не привязываем, отвязываемся. Все, кому должны золото. Золото, да? Дегой, спасибо, конечно, что ты мне сгрузил доллары. Но золото мы тебе за него не дадим. Потом было некое такое снижение. Снова инфляция. Шок 70-х годов, когда цены на энергоресурсы в космос улетели. Опять скорректировалась. И потом последняя волна гиперинфляции до 20%. Вот он на этот временной промежуток времени. 2% до 20. В 10 раз инфляция выросла. Вернее, стоимость денег выросла в 10 раз. В 60-х годах был Карибский кризис. К Карибскому кризису предшествовала война во Вьетнаме. В войне во Вьетнаме предшествовала война в Корее. Происходили какие-то военные события. И причем в Карибском кризисе. После этого начала разгоняться инфляция. По сути, на грани войны стоял мир. Реальная война и третья мировая едят. Через 10 лет. Что произошло в 70-х годах? А такое большое событие экономическое, которое произошло в 70-х годах, это господин Никсон, президент Соединенных Штатов Америки, сказал, что доллар отвязывается от золота. От золотого стандарта. То есть, фактически, доллар стал не обеспеченный ничем бумажкой. И все признали это. Почему нет? То есть, сейчас, в настоящий момент, происходит следующее. То есть, все решения, которые проводятся, тебя не заставляют. То есть, нет такого, что приходят и говорят, ребята, вот мы теперь живем по новым правилам. Доллара не будет. А будет какая-то другая валюта. Такого никогда не произойдет. Потому что люди никогда от этого не откажутся. Нужно создать ситуацию, при которой ты говоришь, что, ребят, ну, нам всем очень больно. Валюта нестабильная, да, и нам нужна какая-то альтернатива, которая обеспечена ресурсами. Которая обеспечена золотом. Которая обеспечена реальными активами. Потому что, ну, в такой системе мы уже жить не можем. То есть, долларов напечатано слишком много. И люди должны с этим согласиться. Они должны сказать, да, наконец-то. То есть, когда в Веймарской республике ввели там рент-н-марку вместо рейхс-марки. Это как раз была тогда такая ситуация. Когда сказали, ребят, у нас есть вот стабильная, надежная рент-н-марка. Она конвертируется по курсу 1 к триллиону. То есть, одна рент-н-марка конвертируется на 1 триллион рейхс-марк. Которых напечатали за предыдущие 5 лет огромное количество. И сказали, хаос, аллилуйя. И поэтому, в принципе, к этому идет. То есть, то, что происходит сейчас, я, ну, мое мнение, да, что в течение 2-3 месяцев закончится. То есть, горячая стадия. Да, будет еще обострение. Да, будут еще, не исключено, на самом деле, применение оружия какого-то там тактического. Не стратегического. Стратегического никто не позволит запустить, но люди еще думают. Но тактическое может быть применено. То есть, будут просто повышены ставки, чтобы договориться. То, что на каких условиях будут договариваться, это там отдельная история. Но вот это очень показательно. Потому что мы сейчас, вот если глядеть на этот график. То есть, была эпоха, когда очень сильно выросла стоимость денег, как ответ на высокую инфляцию. Потом это, соответственно, на протяжении 50 лет падало. И сейчас мы переходим в новую парадигму, да. И поэтому кризис будет, а доллар откажется. Но это не будет история там следующих 3-5 лет. 2000, конец 23-24 год до 27 года. Это период, когда можно еще заработать значительные деньги, хорошие деньги. Самые большие проблемы придутся там на 28-29-30 годы. Вот тогда, да. И еще сейчас, что бы там ни говорили, возможность напечатать деньги, в принципе, есть. Сейчас нужно, чтобы по-прежнему печатались деньги. Инфляция по-прежнему росла, а народ не бухтел. Ему нужно какое-то обоснование, да, почему это происходит. Потому что сейчас люди недовольны. Им нужно обоснование, почему мы вынуждены платить за коммуналку в 3-4 раза больше. Почему мы должны мириться с тем, что меня увольняют. Почему мы должны мириться с тем, что инфляция растет, а социальное пособие не увеличивается. Потому что надо на кого-то показать, на кого-то ткнуть пальцем, что вот они как бы во всем виноваты. И предложить какую-то историю, чтобы люди сказали, о, да, это же наше спасение. По ковиду тому же самому. Закрыли всех же. Китайцев закрыли, сидели, не жужжали. Европейцев закрыли, так они же вообще сидели, не жужжали. Еще там нападали на людей, которые выходят, да, будьте ответственны. Сейчас что происходит? Что сейчас поменялось? Тот же самый вирус, ходит он в нашей жизни нормальный. И количество смертей такое же. Все то же самое. То есть, ну, в цифрах, в математике ничего не изменилось. Это вопрос к эмоциям, да, то есть, где мы сейчас находимся. И получается, что сейчас вот это вот есть, но я абсолютно уверен, что там люди не идиоты сидят. Абсолютно верно. И то есть, здесь это не вопрос конспирологии, да, то есть, это вопрос в том, что система в той парадигме и с теми инструментами, которые есть, она существовать не может. Любое изменение, оно связано с тем, что у тебя неопределенность, что это нужно поменять, и оно все равно, изменение должно быть кардинальным. По-прежнему нужно стимулирование, по-прежнему там есть идея, связанная с тем, что время, вернее, жизни твоей зарплаты должно быть ограничено. То есть, ты получил зарплату, там, я не знаю, 100 тысяч рублей, тебе говорят, вот тебе 100 тысяч рублей, но ты их в течение года должен потратить. Если ты их не потратишь, они у тебя сгорят. То есть, нужен инструментарий такой. И поэтому ты, если делаешь, во-первых, ты можешь увеличить, то есть, если сейчас человек получает 100 тысяч рублей, он может отложить их на будущее. То есть, если ты вводишь, условно, не 100 тысяч рублей, ты говоришь человеку, у тебя будет зарплата 200, но если ты эти 200 тысяч в течение года не потрачу, у тебя их не станет. То есть, чтобы не накапливали, чтобы не инвестировали, чтобы не претендовали на право собственности, не из чего было. Здорово, брата! И это приведет, с одной стороны, к росту значительного потребления, это приведет к значительному росту экономики как таковому, потому что люди будут потреблять очень активно, да, то есть, они будут тут же тратить. Но тот, кто создает прибавочную ценность, тот, кто является акционером, тот, кто является владельцами бизнеса, они от этого, соответственно, будут выигрывать в разы. И вот мы живем вот в такой вот машине. Выпускаем цифровые штучки, которые можешь потратить, но если не потратишь, там, у тебя всего лишь 12 месяцев на то, чтобы потратить, и если через 12 месяцев ты не будешь работать, и работать, и быть правильным, и выполнять законы, не нарушать их, да, то есть, вот ты вынужден, ну, то есть, будут какие-то гарантии или доход. Ну, то есть, это опять к вопросу базового дохода, раз. Второе, это к вопросу о том, что, ну, время ограничено, когда ты можешь накапливать. А долги тогда все можно списать, потому что компании, корпорации будут бешеные деньги зарабатывать. Поменяется стратегия инвестирования, поменяется все, но это вообще смена парадигмы. Смена парадигмы связана с тем, как функционирует денежная система, что является средством платежа. Когда человек просто получает деньги через, ну, то есть, в цифровой форме, то есть, их даже печатать не нужно. Именно об этом я на вебинаре и рассказываю, и упоминаю, да, то есть, смена стратегии инвестирования, которая происходит в настоящий момент. Ну, не прям все три часа, но частично этого касаюсь, да, то есть, именно подходы, почему это происходит. Я по-прежнему там, может быть, я окажусь неправ, опять же, я не маг, но мне кажется, там, ну, максимум полгода, да, ситуация просто, она будет постепенно сходить на нет. Или она будет сходить на нет, или опять появится более глобальная какая-то история, более масштабная, более угрожающая, да, потому что, опять, когда мы говорим исключительно о России, это 2% мирового ВВП. Это исключительно, может быть, речь придет про энергоресурсы, да, а должно коснуться вот именно областей, где сейчас создается основная прибавочная стоимость. То есть, где находится производство, где находятся фабрики, где находятся человеческие ресурсы. То есть, вот в этой плоскости должно быть, и я не исключаю, что может такое произойти. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»